Приветствую вас, друзья! Сегодня я беседую с человеком, который в нашей богеме как новая звезда, сверхзвезда, сверхновая звезда. Это Владимир Кехман, директор МХАТ имени Горького, 27 октября, правильно, я так понимаю, вас назначили, и вы взорвали весь наш богемный мирок. Сразу пошли увольнения, заявления. Так и было задумано? В связи с тем, что назначение было неожиданное, поэтому плана не было как такового. То есть оно и для вас было неожиданное, не только для нас? Поэтому план у меня не было никакого. Когда я Эдуарда видел два раза в жизни, с Захаром даже не был знаком, поэтому, когда мы знакомились, собственно... Захар это Прилепин, Эдуард это Баяков. Совершенно правильно, да. Мы поговорили, обсудили, как я и когда приеду в театр, и все, собственно, да. И дальше я съездил в Минкульт, попросил какие-то документы, чтобы у меня были. В связи с тем, что это в третий раз происходит у меня, когда я принимаю новый театр, у меня есть определенный набор действий, которые я совершаю. Главная из них – это финансовая дисциплина, которая позволяет мне сразу понять, в каком состоянии находится театр. И когда я получил СМС от главного бухгалтера, что у них на счетах 2 миллиона рублей, и платите мне, чем зарплату, конечно, меня это удивило. И мы встретились еще раз, 28-го, уже с Эдуардом, уже непосредственно в театре, и с исполняющим обязанностей генерального директора Михайловым, Олегом, которые попытались мне рассказать, где деньги, но не смогли этого сделать. Поэтому в этот день как раз мне пришлось уволить сразу Михайлова, а дальше мы расстались уже с Эдуардом. Потому что работать в той ситуации, в которой я увидел, что происходит с финансовой дисциплиной, с этими людьми не представляло никакого смысла. Эдуард снес сам себя, потому что то, что происходило, так я понимаю, на протяжении последних, ну, как минимум последнего года, да, то, что вот я вижу, это, наверное, трудно себе представить, что в центре Москвы это вообще, в принципе, возможно. Поэтому мне кажется... А что такого невозможного, скажите мне, Владимир? То, что на сегодняшний день в театре был такой очень серьезный конфликт между теми людьми, которые работали с Эдуардом, и теми людьми, которые работали с Дорониной. На первом собрании, например, такая есть Лидия Матасова, знаменитая актриса, по-моему, народная артистка она. Могу ошибаться, да. Ее заставляли, например, она сама преподает речь, сама. Я не помню, в каком из учебных заведений. А ее заставляли ежедневно приходить и брать уроки речи. Ну, то есть это был такой слив или... Вы меняете, это было попирание всех мыслимых и немыслимых театральных традиций. Или, например, ко мне подходили, например, режиссеры и говорили, что он заставлял их просто менять тексты в своих же спектаклях. Он заставлял, менял мизинсцены в спектаклях Дорониной, приживой Дорониной. Это такие вещи, которые делать, наверное, все-таки нельзя. Главная история, которая... И противоречие, которое на сегодняшний день существовало и в коллективе, и вообще в позиционировании театра, это то, что те режиссеры и та эстетика, которая соответствовала Эдуард, она очень не соответствует МХАТу, мне кажется, в принципе своем. И когда первый разговор, он все время говорил МХАТ, МАТХАТ, я ему спросил, Эдуард, я же вообще его не могу воспринимать серьезно, как режиссера. Он для меня вообще в этом плане никто. Он продюсер, да, ну, как успешный, неуспешный, это не имеет никого... Но он никакой не режиссер. А оказалось, что он, оказывается, там уже режиссер. Я этого не знал просто. И мы когда с ним разговариваем, все время МХАТ, МХАТ, МХАТ... Я говорю, ты объясни мне, ты какое имеешь отношение к МХАТу? Где ты и где МХАТ? Ответа не смог он дать мне на этот вопрос. Поэтому это мое такое чисто субъективное мнение. Все-таки огромная сцена, огромный зал. И подразумевается то, что все-таки это театр большой формы. Опять, видите, мы в музыкальном театре вообще в принципе своем как бы высоко на всех смотрим. Ну, в принципе своем, да. И поэтому, когда ко мне сейчас приходят художники, или там оказалось, например, о спектакле «Есенин», который мы сейчас выпускать будем и 3-го, 4-го декабря... Я думаю, что это будет хороший спектакль. Но я случайно узнал, что художник по костюмам этого спектакля, некая Ирена, не помню фамилию, да, это был художник, которого, ну, фактически, я исключил из премьеры Аиды. То есть она так рисовала плохо, что я смотрел, смотрел, ждал, ждал. Потом в очередной раз я пришла сдавать костюмы и говорю, «Так, все, больше не хочу, до свидания». А она сейчас здесь, художник, значит, вот в «Есенине», и тоже, который она был, вот как я понял, навязанной или не навязанной, ну, какая-то такая история тоже. Например, режиссер спектакля «Есенин» Галина Полищук на первой встрече со мной просто молчала. Рядом сидит Баякова. Потом уже она мне рассказала, что он сказал, что вообще она ничего не говорила мне. Я ее спрашиваю, а вы кто тогда? Вы почему молчаете? Говорит, я режиссер. Он постоянно попытался ее что-то там поправлять. Я говорю, подожди, ты молчи, сиди, расскажите мне, о чем спектакль, история спектакля. Когда вот надо было принимать решение, оставлять его или нет, ну, потому что просто нет денег. А Галина Полищук интересная такая девушка, она была выгнана фактически из Латвии, и она работает сейчас в России. Мне ее все отрекомендовали. Очень хороший драматург. Выгнана за что? За свою пророссийскую позицию. А, то есть в Полиции? Да, она хорошая такая. Мне она очень нравится. Сейчас она раскрылась, живая, там же их не давали, ну, там огромное количество не давали репетиции делать ей, потому что там в спектакле заняты были артисты. Много приглашенных артистов. Сейчас вот надо решать вопрос, как из съемочного процесса, который идет у Екатерины Волковой, ее забрать, чтобы они отдали нам ее на первое-второе, на вот эти два дня, первое-второе декабря, потому что третье-четвертое премьеры, первое-второе, ну, заключительная репетиция будет, а у нее занято это время. Целая история. Для нас, для нас... Когда вы говорите для нас, кого вы имеете в виду? Для нас, людей музыкального театра, это вообще просто беспрецедентный случай. Например, не было такого понятия, как режиссерское управление в театре МХАТ, не было такого понятия, как расписание на месяц вперед. У них на день вперед не было расписания у артистов. Они не знали, на следующий день будут они как-то заняты или не будут. Ну, я вот рассказываю на такие подробности, которые поверить в это невозможно. Просто невозможно. Что это сегодня, в 21 веке, великий, ну, его по-другому не назвать, не буду, ладно, великий менеджер, сейчас его называют разные люди, которые защищают его, что он продюсер, менеджер, в принципе, мог довести академический, огромный театр в эту точку, в которой мы сейчас находимся. В телеграм-каналах пишут, что, ну, цитирую буквально, что Кехман смог убрать Байкова, потому что тот абьюзер. Это правда? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что для меня это вообще не имеет никакого значения. Что для вас тогда имеет значение, скажите? Для меня имеет значение... С другой стороны, собственная коллекция театра, которая отражает лицо Михайловского театра или Новосибирского театра. Дело в том, что при Татьяне Васильевне Дорониной в 2015 году было 345 тысяч зрителей. Сегодня, в 2019 году, это год хороший был, допандемийный год, это было 225 или, может быть, 240, я путаю. Но это, в принципе, одно и то же. Это очень мало. Очень мало. Для МХАТа, который обрабатывает залом в 1350 мест. Вот. Это очень мало. Дальше, все, что касается субсидии, которая была... У Татьяны Васильевны была субсидия, не поверите никогда, 160 тысяч, 160 миллионов рублей. А зарабатывал театр в этот момент 145. 145. То есть, с точки зрения эффективности ее как руководителя, это феноменальная эффективность. Просто феноменальная. Сегодня у нас, пока вот я пришел с минусом, 168 миллионов рублей. Уж я молчу, что там происходит, как продавались билеты в этом театре. У нас нет собственной системы. У нас в ужасном состоянии находится... Который не продает, а просто информационный. Говорят, что чуть ли не сам Путин функционировал ваше назначение. Вы считаете, что это преувеличение? Меня назначила министр культуры российской театры Ольга Борисовна Любимова. Так возвращение Дорониной обсуждается на каком-то уровне? Вы знаете, здесь нет никакого уровня. Это директорский театр, и это мои компетенции. Я с Татьяной Васильевной обсуждаю, безусловно, ее приезд в театр. Она является сегодня президентом театра. И мне бы очень хотелось, чтобы она, во-первых, посмотрела свои спектакли, обязательно просто приехала и поговорила с людьми. Мы никуда не торопимся, потому что этот процесс очень творческий. И все-таки она практически 26 января 2019 года ушла из театра и больше не приходила ни разу. И вот даже как она ушла, это тоже очень такой момент сложный для Эдуарда. Почему я, когда узнал об этом, я уже точно понял сразу, что больше с ним мы работать не будем. Он ни разу не зашел к ней за это время, пока он был назначен до 26 января. То есть как бы его назначили там в декабре, и она ждала, пока он придет, поговорит. И последний спектакль, который она сыграла, был 26 января. После этого она закрыла свой кабинет и уехала. Хорошо, а с Захаром Прилипином у вас какие отношения? – Никаких. Мы с ней не были знакомы. На сегодняшний день я его попросил, чтобы он занялся, скажем так, промоушен своего спектакля, его книги сделаны. И это все на сегодняшний день. Больше просто… А, у меня нет времени разговаривать ни с кем. А он учится где-то в школе губернатов. Поэтому мы пару раз с ним созванивались и пару раз виделись. Мне он ответил на все те вопросы, которые меня интересовали в отношении его. Меня эти вопросы… Ответы на эти вопросы полностью удовлетворили на сегодняшний день. И пока просто нет предмета для общения. Недавно влиятельная столичная газета написала, что вы являетесь автором термина «либераст». Мне кажется, что вы с Прилипином должны быть единомышленниками тогда в отношении вот этой страты творческой. Вы знаете, я еще раз ничего не могу сказать, потому что все, что касается «либерастов», да, это действительно… Ну, вы можете сказать, что вы действительно автор этого термина? Так говорят. Ну, что значит, Владимир, что значит так говорят? Я определил его в 2015 году. Если до этого так не говорили они, вот, то я в одно слово определил этих людей. Поэтому, да, поэтому вы можете сами посмотреть, если было до 2015 года это слово, значит, это не я автор его. Если его не было, значит, я автор его. Ну, я, насколько понимаю, здесь вы тоже совпадаете с Баяковым или с Баяковым в оценке вот этой группы людей, которых так называют. Я вам честно скажу, что я никогда не разделяю ни с кем своих убеждений. Вас характеризуют как воинствующего православного. Александр Глебович Невзоров употребляет такой термин, как «православие головного мозга». Вы, наверное, слышали, как он в отношении Березовского впервые употребил термин. Это отразится как-то на политике театра, вот, ваши убеждения эти? Вы знаете, мои убеждения были использованы всего лишь один раз в политике театра, когда я уничтожил спектакль под названием «Тангезер». Я помню, да. Да. Это была моя действительно личная позиция. Если бы не представилось это сделать еще раз и еще раз, я бы поступил бы точно так же. Поэтому все, что касается в принципе своего, моего отношения и моих взаимоотношений с Богом и с Церковью, они очень точно описаны, как Господь сказал в Евангелии. Значит, если ты хочешь помолиться Богу, ты зайди, закрой дверь и наедине помолись Богу, и все, что в тайне, тебе Бог даст явно. Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда горящие в кабинете, в рабочем, горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молебная комната, где раньше сидели водители, теперь там молебная комната. И когда мы освещали театр, мне даже священники и диакон, который спрашивал, слушайте, а что это такое, что это означает? Мощи должны храниться только в храме. Кто мог вообще в театр передать эти мощи? Это тоже вопрос, на который должны будут ответить те люди, которые это сделали. Более того, приходили некоторые персонажи от Эдуарда и просили, значит, в этом комнате, оказывается, есть какие-то личные иконы или еще что-то. Я сказал, конечно, конечно, мы все отдадим тогда, когда мы разберемся, как это вообще в принципе попало в театр и что в театре это делалось. И что там делалось в этой комнате с этими иконами, с этими мощами. Странная история. Поэтому никому до этого не говорил. Кстати, вы первые, кому это рассказываю. И поэтому для меня еще раз, все, что касается Невзорова, могу сказать одну вещь только. Когда Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. Все, что касается с Невзоровым, даже внешний его вид позволяет мне судить, что он находится немного не в себе. С Бузовой не очень понятная мне история по поводу тех, сколько там, 500 тысяч или сколько вы отказываетесь ей полмиллиона отдать, которые ей положены. Я сумму хочу уточнить. Я правильно сумму помню, что это полмиллиона или это больше? Значит, все, что касается Бузовой, я уже много раз говорил, еще раз повторяю, Ольга Лукавит. То, что она, значит, говорит, что мы ей что-то должны, мы ей не должны ничего. У нее было два контракта на сумму каждой по 117 тысяч рублей. И поэтому в связи с тем, что я спектакль снял, она ничего не снял по причине того, что ужасной продажи. За два дня до начала спектакля, значит, 225 билетов на 448 тысяч. Но это несерьезно. Поэтому мы ей ничего не должны и платить ничего не собираем. Ничего не собираемся. Это вот все. Ну, разве не считаете, что кумиры молодежи, там, вот эти тиктокеры, героини инстаграмов, они могут привлечь свою аудиторию в тот же театр. И там Даня Милохин сейчас появляется на телевизионных экранах федеральных каналов. Та же Бузова в чудесном грузине заинтересовала пользователей соцсетей. Они узнали о существовании этой площадки. Многие ведь даже не знали, что в принципе существует МХАТ. Разве это не есть какой-то ресурс, которым можно использовать? Вы знаете, это самый интересный вопрос, наверное, на который, условно, нельзя однозначно ответить. Я плохо пока ориентируюсь в публике, в московской публике. Но могу сказать следующее, по Новосибирску. Это действительно самая активная и самая интересная для нас часть публики. 14-22 и плюс. И поэтому сегодня есть уникальный продукт – Пушкинская карта. Все сделано уже. Наша задача – создавать контент. И вот это будет момент истины. Когда только начался этот проект, в Новосибирске покупали в день 1200-1500 билетов в день по Пушкинской карте. Это было беспрецедентно. У нас зал 1500. Понимаете, да? Поэтому все, что касается Бузовой и других людей, которые не имеют отношения к театру, понимаете, это очень сложный вопрос. Конверсия, в моем понимании, ноль. То есть Цискоридзе, да, он человек, который сегодня по эффективности номер один в России. Театр все-таки, как вы понимаете, это не концерт и это не кино. Театр – это все-таки история просветительская, в первую очередь. И ты должен над собой делать усилия для того, чтобы пойти и не то, чтобы прийти даже, прийти и высидеть. Все-таки там два часа хотя бы, да? Поэтому здесь очень важный момент, что мы, вы знаете, у меня есть понятие такое, достиженцы. Это те люди, которые, та молодежь, которая вот участвует во всех этих конкурсах. Вот этот Ксения Разуваева, которая Росмолодежь, вот они достиженцы. А есть шантропа, да, которые сидят просто дома. И вот они, условно, вот они меня интересуют очень сильно. Я хотел бы для них, чтобы они попробовали выйти и попробовали прийти в театр. Мне кажется, им понравится очень, потому что им сейчас никто не занимается. Вот то, что, условно, я воспитывался на улице. Была вероятность того, что мы можем пробиться как-то. У них на сегодняшний день, понимаете, вот этот вот контент, который они получают в интернете, он такая очень сложная, ну, в моем понимании. Потому что я отец пятерых детей, и я вижу по своим детям, и маленьким, и взрослым, им очень тяжело, прям реально очень тяжело ориентироваться в сегодняшней жизни. У ваших детей тоже есть Инстаграм? Слава богу, наверное, только у дочери старшей. Эти двое маленьких еще, да, а ребята, по-моему, у них нет. А вы не активный пользователь? Я просто просматриваю. То есть вы ничего не выкладываете? Нет, конечно. Почему? Я просто не вижу, у меня нету необходимости в этой коммуникации. Как? Это вы только что сказали, что собираетесь делать акцент на просветительской деятельности. Эта площадка как раз, это портал общения с молодыми. Соцсети, Инстаграмы, ТикТок, ВКонтакте. Вы говорите сейчас лично обо мне. Да, конечно. Да, я говорю о другом. Я никогда не смешиваю личное с общественным. Вот все, что касается театра, мы будем очень активны. То есть сейчас этот театр не на словах, как говорил Эдуард, но номер один непонятно по каким критериям. По хайпу, точно. Ну, послушайте меня, но это не серьезно все. Наша задача это пушкинская карта. Все, это сейчас, вся стратегия наша будет связана только с этим. Мы должны показать молодежи, что это их место. Это наша главная задача. И задачу эту поставили, не поверите. Именно Дарунина мне сейчас. Она мне сказала, я тебя прошу, ищи новых драматургов, новых режиссеров. Прошу тебя, пожалуйста. Я говорю, Татьяна Алексеевна, где их взять? Хорошо. Как здесь? А Богомолов, а Молочников? Не, не, подожди. Ну, подождите. Ну, как нет? Ну, а почему? Ну, пожалуйста. У меня вообще, ну, пожалуйста. У вас вообще здесь, в Москве, мне придется, к сожалению, заниматься просветительством в Москве. Потому что, услышьте меня, услышьте меня. Богомолов, мой товарищ, которого я очень люблю. С Молочниковым мы не знакомы. Вы поймите, у каждой эстетики есть свое место. Вот место МХАТа чуть-чуть другое. История Станиславского, не очень, знаете, заключалась в следующем. Они строили общедоступный театр, который воспитывает души людей. Это все написано, не надо ничего придумывать. Давайте мы сначала это построим, а потом мы займемся действительно какими-то такими мощными прорывами. Я постараюсь это сделать. Вот сейчас вот мы с Андроном Кончаловским будем делать, возвращать его знаменитый спектакль. Это вот один из последних проектов, который был мною задуман в Новосибирске. Но я его и веду до сих пор. Его Туринска, знаменитого Бориса Годунова. Поэтому я привык работать с лидерами, мировыми лидерами. Поймите. Так, и они появятся? Конечно. Я пока, ну в связи с тем, что у нас Женя Миронов пока главный человек в этой части, я буду, то есть как бы дальше, я уже шадренно просто, я хочу, чтобы Чеховский фестиваль, конечно, был резидентом МХАТа, обязательно, что я ему предоставлю все возможности, потому что мы так хотели с ним сделать. Ведь уже много лет я мечтаю с ним что-то сделать в Петербурге, и все время у нас были какие-то вопросы. И то не получалось, то этого. Я поэтому надеюсь, что я ему предоставлю здесь все возможности, да, потому что это, я считаю, главный фестиваль этой страны. Вот, никакая золотая маска, близко. А все, что касается, еще раз повторяю вас, это ненавистное мне слово хайп, это не про нас, нам это вообще не нужно, это не стоит ничего. Я имею в виду про ту эстетику и тех людей, которые находятся вокруг меня, понимаете? Это и молодые, с одной стороны, перспективные там дирижеры, режиссеры, сценографы. А с другой стороны, классические те люди, которые работали всю жизнь в этом театре в МХАТе. И я обязан, 92 человека, я обязан предоставить им работу. Если Доронина не сможет или не захочет вернуться, кто? У меня есть кандидатура, которую я понимаю. Ну, назовите. Да, нет, конечно, я не назову его. У меня есть кандидатура, которая точно справится. Но сейчас это не предмет, даже не предмет обсуждения художественного руководителя. Дело в том, что театр А разграбили, Б, 50 лет не было ремонта вообще никакого. Ну, там мазали, подмазывали. Ну, ремонт будет, я так понимаю. Я очень надеюсь, что мы в следующие два года, к 125-летию, сделаем шикарный ремонт. Я все понял, Владимир, я все понял. Надеюсь, что и зрители тоже что-то поняли из нашего сегодняшнего разговора с Владимиром Абрамовичем Кехманом, новым директором ХАТ имени Горького. Надеюсь, что это не последняя наша встреча. Надеюсь. И очень в последний момент скажу, что я очень надеюсь на помощь Москвы, которая, почему я сюда пришел, чтобы без Москвы мне не справиться. Ну что ж, Москва с вами, поскольку вы в Москве. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.